15 мая, в России чуть позже, в начале июня, стартовал в прокате очередной анимационный фильм студии DreamWorks – «Кунг-Фу Панда». За авторством данной конторы не только крайне успешная трилогия ШРЭ, но и ряд прочих забавных и довольно интересных работ. Всегда стильные, оригинальные и крайне качественные мультфильмы для всей семьи, а потому в успехе Панды можно было не сомневаться. Игранизация же вопрос отдельный, тут все обычно наоборот. В лучшем случае ожидалось, что в «Кунг-Фу Панда The Game» можно будет хотя бы играть, не говоря уже о том, чтобы получать удовольствие и восторгаться графикой. Однако сложилось так, что за разработку взялись бывалые мастера из Бинок Студиос, ответственный за ряд успешных игр по мотивам фильма-комикса «Человек-паук» и довольно неплохой экшен-ган. В «Панде» речь, если кто не в курсе, о судьбе одутловатого Мишутки По, который всю жизнь под началом отца утки готовил и разносил лапшу. В один раз прекрасный день этот самый Панда По очутился во дворце мастеров кунг-фу на момент избрания воина-дракона, и выбор магистра в силу обстоятельств пал именно на него. Ну а далее всё вроде как ясно. Неуглюжий обжор Панда медленно, но верно перевоплощается в сурового воина и... впрочем, обойдёмся без лишних подробностей. Как это обычно и бывает, игра повторяет сюжет фильма, усложняя его множеством мелких поручений вроде сбора различных артефактов и бонусов, а также сбрасывая с неба партии соперников раз в полторы-две минуты. Вряд ли имеет смысл подробно рассказывать о премудростях игрового процесса, ведь детская аркада, она и в долине мира, проста и линейна. В распоряжении игрока множество несложных комбинаций, возможность хватать брошенное врагами оружие и несколько фокусов с акробатикой. Бегаем, прыгаем, преодолеваем препятствия, спасаем встречных-поперечных и, конечно, сражаемся. Много и часто. К счастью, мы имеем дело с полноценной и качественной PC-адаптацией, а не кривым портом с PlayStation 2. Поэтому здесь всё в полном порядке и с управлением, и с графикой, и со спецэффектами. Яркая, динамичная, довольно красивая и местами забавная детская аркада по мотивам крайне позитивного мультфильма удалась на славу и обязательно придётся по вкусу как самым маленьким игрокам, так и геймерам со стажем, возжелавшим порции позитива и отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok